привет дорогие подписчики привет зрители моего канала у меня сегодня торжественный день мне сегодня исполняется 50 лет и поэтому торжественному поводу я решил приготовить два блюда первое да это будет винегрет вот я предварительно уже сварил пару свеколин морковку картофель вот вы все это видите пошел принес балкона вот такую замечательную синюю луковицу пошел принес балкона замечательные маринованные огурчики и нашел банку горошка это все что нам с вами понадобится для приготовления винегрета да еще один момент и вот еще понадобится вот такое пахучие подсолнечное масло вот собственно весь набор продуктов которые для винегрета я сегодня буду с вами использовать немножко расскажу про то как варить овощи мы поставим передний план картофель морковь и свекла варится разное по продолжительности время поэтому варить их лучше отдельно дольше всего варится свекла свеклу мы варим в отдельной кастрюльке и лучше всего ее варить чем дольше тем лучше час минимум в этом случае она очень хорошо проварится и легко будет чиститься и очень легко будет резаться будет мягкая и вкусная картофель варится порядка 20 минут морковь вот такая вот крупная морковь варится немножко дольше может быть 30-40 минут поэтому когда я варил я через 20 минут достал вареный картофель морковь продолжил варить свеклу варил отдельно 1 час 20 минут после этого я все это почистил ну и собственно вы уже видите готовый полуфабрикат готовы к использованию лук лучше всего брать красный потому что он не такой горький он вкуснее если у вас есть шалот можно брать шалот зеленый горошек я взял тот который я нашел у себя в продуктовых запасах не знаю первый раз пользуюсь фрау марта повелся на акцию из плохое больше покупать не буду ну и огурчики тоже своего собственного приготовления сколько и чего вы увидите уже в процессе готовки потому что я все время ориентируясь по внешнему по количеству уже нарезанных продуктов ориентироваться конечно же буду от свеклы это самый главный ингредиент винегрете и так поехали я решил не стесняться друзья и сказать вот что поскольку у меня сегодня юбилей у меня сегодня праздник поэтому не стесняйтесь ставить ваши лайки не стесняйтесь подписываться на мой канал делать нет поздравления мне будет очень приятно ну а я вас буду продолжать радовать вот такими замечательными рецептами один из которых сегодня вместе с вами мы сделаем так ну что начнем со свеклы свеклу я режу небольшими кубиками выглядит это следующим образом нарезаем такую вот предварительную салонку и отправляем в миску поехали дальше обожаю блюда из свеклы поэтому каждый раз когда получается такая возможность я с большим удовольствием готовлю и винегрет и очень люблю свеклу со сметаной вареную и тушеную свеклу то есть в любых вообще в любых проявлениях в любых ее видах берегите пальцы немножко отрезал кожи острый ребята на самом деле те кто думает что готовить сложно долго это все заблуждение готовить легко и быстро я вот могу вам сказать что для меня всегда гораздо предпочтительнее быстро приготовить блюдо самому нежели купить какой-то полуфабрикат потому что приготовленные блюда своими руками они вкуснее они наверняка полезнее вы четко знаете что вы хотите может у нас кусочки свеклы не все одинаково ровные и эстетичные но главное преимущество то что это сделано своими руками наступила очередь морковки алгоритм абсолютно такой же ребята развалилась морковку вот смотрите вот уже получилось достаточно большое количество достаточно большое количество овощей так поехали следующая картошка меньше всего люблю резать картошку она мягкая тянется за ножом но мы с вами справимся ведь фактически все количество которое я приготовил очень гармонично вписывается в наш винегрет может быть вот картошина я буду не 4 а скорее всего 3 талант тот человек который придумал винегрет давайте откроем огурчики посмотрим что у нас сегодня за огурцы такие огурцы делает моя мама все их очень любит огурчики очень вкусные годятся годятся даже не сомневаюсь вот такое количество винегрета я думаю что нам будет достаточно 6 огурцов давайте мы с этого количества и начнем пока я буду подрезать огурцы прочитаю вам немножечко расскажу расскажу вам немножечко вообще про винегрет 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 в русской кухне согласно википедии появился в 19 веке это будет было заимствовано из немецкой или скандинавской кухни а теперь да даже странно себе представить странно представить что это могло быть именно так так сейчас друзья продолжаем некоторые люди по некоторым рецептам добавляют винегрет и яйцо но я вам скажу честно я так никогда не делал и сегодня я тоже так делать не буду наш рецепт самый классический единственное что винегрет вместо соленых огурцов или маринованных огурцов можно добавлять квашеную капусту с капустой винегрет получается нисколько не хуже даже наверное может быть и немножечко богат лучше всего я люблю осенью комбинировать и огурцы и капусту но к сожалению сейчас у меня капусты нет потому что она еще вся на грядках мы ее еще и не собирали и тем более не квасили поэтому сегодняшний наш винегрет с маринованными огурцами вот ребята количество у нас вот такое огурчиком не видите сколько у меня получилось много это или мало я скажу вам честно я всегда определяю по вкусу если мне не хватает в винегрете соленого или сладкого или чего то еще я тут же добавляю любой ингредиент который из которого состоит продукт и уже по внешнему виду понимаю что я бы добавил наверное еще пару огурчиков лишними они еще один комментарий винегрет несмотря на свою простоту достаточно скоро портящиеся блюдо поэтому не надо его готовить больших количествах заразят он конечно же в холодильнике поставить несколько дней но не более того всего лишь несколько дней поэтому если готовите большое количество как я сейчас то предполагаете что вы максимум за два-три дня его съедите у меня сегодня будут гости поэтому плюс моя семья поэтому я сомневаюсь что это количество будет съедено совершенно спокойно так зеленый горошек ну зеленый горошек достаточно неплохой мягкий высыпают целую банку есть и мне остался последний ингредиент это лук лук я стараюсь срезать как можно мельче лук я стараюсь срезать как можно мельче чтобы он в винегрете не преобладал и не подавлял вкус других блюд на других где отправляем наш лук в винегрет лука достаточно я это вижу теперь берем большую ложку и начинаем аккуратно перемешивать у нас получилось ребята очень много винегрета я даже не рассчитывал что его будет столько видите он весь у меня высыпается по краям чего я не умею и люблю делать так это перемешивать слои должны все перемешаться хорошенько тогда наш ленингрет будет вкусный и красиво в некоторых кухнях в некоторых рецептах замасливают свеклу отдельно только для того чтобы она не дала цвет и не испортила цвет других продуктов потому что посмотрите как он выглядит у нас красиво сейчас ярко-красная морковь белая картошка темная свекла лук зеленые огурцы все очень казалось бы красиво но вы знаете ребят я люблю все таки когда свекла отдает свой цвет и винегрет становится красным все перемешивание закончилось еще один важный момент все любят разное количество масла в винегрете поэтому мы в нашей семье никогда не поливаем масло во весь готовый продукт у нас стоит вот эта смесь и уже маслом и добавляем в то количество винегрета которые хотим съесть вот например вот например это может выглядеть я сейчас хочу попробовать что же у нас с вами получилось кладу себе вот такую вот порцию винегрета добрую порцию чуть-чуть поливаю маслом я не знаю что как ребята а я люблю винегрет есть ложка на мой взгляд очень замечательно получилось лайк перенимаете рецепт друзья лайк перенимаете рецепт лайк перенимаете рецепт